А каким образом вообще эти века меняются? Каким образом началась Кали-юга? Было все хорошо-хорошо, потом бац, завтра Кали-юга. Нет, не завтра Кали-юга. Смотрите, я рассказывал о том, что есть золотой, серебряный, медный, железный. Все хорошо, все хорошо, у нас золотой век. Серебряный уже не очень хорошо. Медный еще меньше хорошего. И железный, это хорошее, уже надо искать большой лукой и очень пристально. И между каждым из этих отрезков они могут или плавно переходить один в другой. Это вот как, допустим, сегодня тепло, еще листья на деревьях, завтра чуть холоднее, листья начинают опадать, опадать, а через месяц уже снег выпал. Можно так. А есть, когда, допустим, 7 тысяч лет назад началась Великая Межебожная война. Или война Курукшетры, как она известна в индийской традиции Махабхарацы. Или война богов, как она известна во многих мифологиях. В ходе этой войны целыми городами у людей была возможность возноситься в высшие миры. То есть, они достигли определенного уровня развития, но если бы они умирали по отдельности, им бы надо было опять возвращаться. Потому что кармические завязки в целом городе. А так на город сбросили бомбу. Город может подниматься. А сейчас ученые говорят, почему Махенджадар, Харапа и другие города имеют признаки оплавленности. Куда делись жители Аркаима и так далее. Все с ними хорошо. И с высших миров они нам передают привет. О чем многие эзотерики и свидетельствуют, собственно. Поэтому на Кальюгу переходили с помощью войны. Две тысячи лет шла война между предыдущим веком и Железным веком. Вот такие справа. Спасибо. Слава Ра, слава Раяна, правей славу, слава возрождению человечества. Спасибо. Спасибо.